всем привет мои хорошие рады приветствовать вас на моем канале у меня обалденное настроение вы знаете я очень сильно соскучилась по съемкам мукбанков уже два дня и не снимала а если вспомнить себя например год назад я могла в день снимать по 3 даже мукбанка вот поэтому я очень соскучилась по этому делу сегодня у нас вот такая вот рыбка а сыр филадельфия и селедка на самом деле это выглядит не очень аппетитно но это очень вкусно очень просто обожаю дальше у нас здесь яишенка глазок я именно вот так готовлю глазок потому что он идеально пропекается внутри здесь у нас бибайр как по-русски перец болгарский перец йогурт оливочки и давайте приступим давайте с бутеров начнем что ли я кстати сделала себе маникюрчик в этот раз в салоне показывал вам инстаграме получилось очень красиво но мне комфортнее делать его самой маникюрчик мама говорит все равно ты не можешь сделать ногти на том уровне как делают в салонах я наверное соглашусь на настолько мне нравится этот процесс я понимаю что я не делаю на том уровне на котором делают салоны но весь процесс даже элементарно процесс нанесения макияжа я так обожаю украситься в инстаграме столько было реакции на истории все так понравились ноготочки мне самой тоже очень все понравилось но я заметила что у нее не очень все стерильно я была со своими инструментами у меня все было свое не буду обвинять людей мне почему-то кажется что все таки у нее не настолько все стерильно но я взяла свои кусачки умеет все фрезы я взяла все и вы знаете после маникюра у меня прям знаете такие болевые ощущения когда пальцы соприкасаются с холодным или с горячим мне прям так щипит если бы не youtube я бы наверно точно занималась бы какой-то творческой профессии девушка которая сделала мне ногти я позвонила ей в 12 она говорит у меня сейчас клиент и у меня клиенты до 8 вы можете прийти говорит в 9 и так как у меня был сломан ногти и самой делать было неохота я пошла в 9 человек был настолько на позитиве он говорит вы сегодня у меня 11 клиент и не чувствовалось в ней что она устала как-то наоборот позитивно общалась о том о сем одно делом ты смотришь на человека это видео штучок прям замучен вполне жизнерадостно шутила 10-11 клиентов в день это конечно до сюда не смотря на то что человек уже должен был быть уставшим сделано все очень хорошо Очень быстро. Даже когда Френч рисовала, она нарисовала мне, получается, где-то минут за 10. Настолько она набила руку. Был бы у человека желание заработать и найти клиентов можно всегда. Когда я вижу таких людей, неважно из какой сферы, не то что именно успешных, а именно трудолюбивых людей, мне очень прям, знаете, так появляется желание тоже работать, что-то делать. Это меня безумно мотивирует, мне нравится общаться с такими людьми. То есть трудоголики, я обожаю таких людей. Не то что у меня есть папик, он мне все это обеспечивает, а что будет потом, я не знаю, я живу сегодняшним днем. А именно амбициозные люди, люди, смотря на которых у меня возникает вопрос, как ты это делаешь? Одно время мне задавали этот вопрос. Я работала. Снимала каждый день по 3 ролика. Мои старые подписчики не дадут мне соврать. Докажите, докажите в комментариях. Меня все вокруг спрашивали, как можно столько снимать, неужели тебе не надоедает, неужели ты не успеваешь. А я кайфовала от этого процесса. Я всем вокруг говорила, и так на самом деле было. Я не чувствовала ни капли усталости. Сейчас, знаете, самый главный антимотиватор в моей жизни, это моя мама. Она видит, что я долго сижу и рисую, я уже заканчиваю коллекцию. Мама заходит, бедный мой ребенок, сколько можно работать. Я говорю, мам, я просто сижу и рисую, здесь нет ничего сложного. О зрении. Ты смотришь в одну точку более 6 часов, и это неправильно. Пойдем попьем чай. Потом проходит еще полчаса. Чай ты попила, как же вкусно покушать. Например, вчера мама приготовила мне очень вкусное хинкал. То есть моей маме вечно меня жалко. Когда мама так говорит, ты сама себе такая думаешь, блин, ну реально, бедная я, сколько можно, полежу-ка я, посижу какой-то там, не знаю, сериальчик посмотрю. И все, в этот момент обрывается цепочка. Но когда я вижу таких замотивированных людей, которые реально своим трудом зарабатывают огромные деньги, не то, что у меня зависть, ничего подобного. Наоборот, я безумно вдохновляюсь таким людьми. И хочется что-то делать, хочется тоже заниматься чем-то. О, Господи. Здесь у меня такая яишенка. Настолько вкусные бутерброды, что даже не до яишницы. Это, кстати, мой завтрак. Я встала сегодня пораньше и решила, что мой день тоже будет максимально продуктивным. Два дня уже не снимаем мукбанки. Не пойдет. Деревенские яйца. Йогур не мешает, Пуся, что здесь. Любая сфера, которой вы занимаетесь, должна приносить вам прежде всего удовольствие. А все остальное потом. Так что, не знаю, как вас, меня очень мотивируют такие люди. чем сидеть дома и просто ныть, что вам не нравится ваша работа. Лучше займитесь тем, что вам действительно нравится, что вам действительно по душе. Мне, например, бьюти-сфера очень по душе. Но, к сожалению, я не обладаю такими навыками. У меня нет такого таланта, так скажем. Но всему можно научиться, в принципе. Это мастер маникюра, но у нее чуть-чуть дешевле, чем везде. Поэтому так много клиентов. Потому что офигенное качество работы, при этом недорогая стоимость. Обычно недорого делают новички, а потом поднимают цены. А у нее стабильно 3 года уже одна цена на покрытие. Если вы хотите себя замотивировать, самое главное не жалеть себя. особенно если ваша работа как раз таки и связана именно с вашей работоспособностью. У меня лично, возможно, вы посчитаете меня человеком, который очень падкий на деньги, но у меня не появляется желание работать больше, если у меня фиксированная заработная плата. Часто сталкивалась с такой проблемой, когда устраивалась на работу, работодатель говорит, вот будете вы хорошо работать, мы вам увеличим зарплату. ничего подобного не было. Хорошо, когда ты получаешь какие-то проценты с продаж. у нас в большинстве супермаркетов, не знаю, как у вас, у вас в России, я имею ввиду, или в других странах, где вы живете, у нас в этих супермаркетах такая система. Например, у магазина стоит планка. за месяц сделать, например, 6 миллионов, к примеру. Если вы делаете продажу в эту сумму, то вы, то все, кто работает в магазине, получают премию. и премию немаленькую. Так у всех появляется желание работать в команде, работать качественно, хорошо, привлекать клиентов. Я вот замечала, не в обиду, я обожаю Россию, обожаю Саратов, не подумайте. Просто я замечала, когда заходишь, например, в любой супермаркет в России, например, сидит кассир, и она с таким недовольным выражением лица, вот я очень часто сталкивалась. Прям видно, что, прям чувствуется, что она тебя ненавидит. Это очень чувствуется. Вот. А у нас здесь ты заходишь, например, кассир. Он, может быть, тоже ненавидит тебя и думает, блин, опять эти клиенты. Но всегда поздоровается, улыбнется, что-то приятное скажет. Мне кажется, это как раз-таки из-за этой системы. Кассир понимает, чем больше продашь, значит, в конце месяца получишь премию. То есть, там реальная планка стоит, которую реально пробить. И кассир, и грузчик. Все знают, что, если клиентам будет нравиться обстановка в магазине, очень много людей будет приходить в этот магазин, а значит, будет больше покупок. И все замотивированы. У нас внизу здесь есть магазин Опа, и там у них есть директор. Я что-то один раз выбирала себе лучок. И он подошел и такой говорит, вы знаете, у нас есть еще неоткрытая сеточка. Я открыл сеточку новую, говорит, можете выбирать отсюда самые хорошие. Так приятно стало. Вроде бы мелочь, а так приятно, и поэтому хочется возвращаться и возвращаться в этот магазин. Так что вот так. Сегодняшнее наше видео прям получилось про мотивацию. Я жалею, что я сделала так мало бутербродов. Ребята, это настолько вкусно. Это настолько вкусно. Очищенная селедка. Я специально в такой штуке покупала, но я вам в инстаграме показывала. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.